Христос воскресе, уважаемые союзники! Сегодня программа «Архипастрь» гостит у митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополитчьего округа. Владыка, мы записываем это интервью в преддверии праздника апостола Фомы, который, кстати, является одним из небесных покровителей среднеазиатских православных епархий, потому что он проповедовал в этих землях. Апостол Фома известен прежде всего тем, что выразил сомнение, недоверие свидетельством о воскресении Христа, и уже от самого Господа, получив уверение в этом, дальше уже до конца дней своих не сомневался и был верен даже до смерти. И вот как раз о вере и сомнении я хотела бы попросить вас побеседовать с нами. Святитель Феофан Затворник, например, в письме кому-то из духовных чат говорил, что не надо принимать сомнение в вере за чистую монету. Надо его отвергать, а потом, если такая необходимость возникнет, уже искать какие-то доводы против этого сомнения. И сейчас посредством сети интернет, в частности, на людей обрушивается масса сомнений, и даже верующие люди в результате отходят от церкви. Что вы скажете об этом? Да, есть такое. Мы сталкиваемся с таким явлением, когда люди приходят к нам с большими сомнениями в своих умах, в сердцах, и видим, что люди меняются прямо на глазах. Как это очень действует на сознание людей, вот эти все сомнительные слова, которые произносят некоторые люди в этих сетях. И удивительно, что человек получил огромную большую информацию о правильном понимании тех или иных церковных, богословских, вероучительных истин. Но вот маленький такой сброс сомнений, сразу все как-то у человека меняется, и он как-то становится удивительным, как будто бездействием, безвольным, и готов принять сомнения эти, которые ему внесли в голову. И потом он уже становится каким-то расслабленным и не может преодолеть эти вот эти сомнения в своем душе. Конечно, это, во-первых, это слабая вера, потому что когда у человека вера крепкая, сильная, то он меньше или вообще не сомневается в ничем. А то, что есть такие ситуации, то это показатель, что действительно в нашем народе, в некоторых людях есть слабая вера. Малейшие какие-то сомнения сразу его задевают, и он начинает сомневаться и даже как-то отходит от веры, от Бога, от церкви. И пока там у него что-то не появится другое, которое как-то его образумит. Но это показатель того, что современное наше общество, оно еще не было, нет такой сильной веры, которая была когда-то у наших людей. Когда, вот даже взять 20-е столетие, когда испытывали веру у наших православных христиан, и испытывали не какими-то мыслями сомнительными, а испытывали страданиями, мучениями, унижением, оскорблением. С людьми относились очень непочтительно, уважительно так, мягко выражаясь. И все равно он стоял в твердой вере, и Бога не предавал, и в Бога верил, и не думал, что это, почему Бог не допускает вот такие страдания, мучения, что разве он не видит, что я за веру во Христа столько терплю. Такие мысли даже не было у человека. Он понимал, что это есть испытание нашей веры, и если я смогу выстоять, то значит я настоящий православный христианин, который не предает свою веру, не предает своего Христа, который готов за Христа отдать все, и последнюю, и даже жизнь свою. Вот такая вера у нас когда-то была. И вот взять владыку Климента, мы с вами сейчас говорим, и все те, которые учились в то время в семинариях, и они тоже, когда поступали, и родственники там на них нажимали, и близкие, и родные их смеялись, и считали их как будто сумасшедшими, неразумными, куда ты идешь, что ты делаешь, там никакой перспективы нет, куда ты, а тут вот есть институты, есть работа, есть все, а ты куда пойдешь, пошел. Видишь, что церковь гонима, а ты тут, понимаешь, идешь в бодигонимы. То есть только неразумно, неразумные могут так делать, так с нами говорили. Но мы тогда шли, потому что мы верили, потому что мы считали себя на правильном пути, и ничто нас не могли уклонить с этого пути. Даже унижение, оскорбление самых близких, родных людей. Но мы стояли в этой вере, на это пути, который Господь нас избрал. Сейчас, видите, человек верующий, может быть, и ходит в церковь, и даже причащается, и ходит по святым местам, и чувствует благодать Божию, которая особенно обильно изливается на каждого из нас в этих святых местах, и в том числе и Юросарим, гроб Господний. Но сбрасывается небольшой такой грязь, сомнение, как сразу человек реагирует и не знает, что делать дальше. Это вот показатель, что сферы очень слабые. И, конечно, для того, чтобы укрепить свою веру, нужно молиться, потому что Господь сказал через апостолу Якову, говорит, что если нет веры или слабой веры, то молись просто, чтобы Господь дал веру, умножил веру. И Господь это сделает, даст веру. Но ведь мы для того, чтобы укрепить свою веру, для того и дано нам читать утренние, вечерние молитвы, то мы молимся как раз о умножении веры, укреплении в вере, в благочестии. Мы молимся, чтобы Господь дал нам смирение. А смирение – это что? Это как раз укрепление нас в вере, то есть испытание нашей веры. Смирение – это что-то скорби, трудности, испытания. Если мы переносим это на основе нашей веры, то, конечно, вера наша укрепляется и приумножается, и мы становимся смиренными, и кроткими, и пастушливыми, терпеливыми, любопильными. И ради чего мы это делаем? Ради того, чтобы Господь дал нам вечную и блаженную жизнь. Вот это устремление нашего сердца к вечности сейчас ослабло. Мы больше думаем о земных утехах, о земных наслаждениях, благах. И порой, можно сказать, что большое количество наших верующих, даже прихожанок, которые приходят в наши храмы, это люди, которые верят в Бога для того, чтобы Господь дал хорошую работу, хорошую зарплату, хорошую жизнь земную, блага земная. Вот для этого, как какие-то скорби начинаются, все перестает ходить в церковь. Потому что, ну, Господь не дает мне, на что я буду ходить. Вот такие даже, я знаю из своего опыта жизни в церкви, то вот такие люди. Вот чуть-чуть какая-то скорбь, и сразу кончается наша вера. А вера именно в том, чтобы устоять при трудности этой жизни, и этим самым показать, что да, я действительно верующий. И когда мне хорошо, и когда мне скорбно, я не предаю свою веру, я не предатель своего спасителя. Потому что я верю в своем спасителе, который спасает меня от вечных мощений, дает вечную блаженную жизнь. А через страдания есть как раз путь, который ведет нас в Царство Небесто. Потому что Господь сказал, что путь в Царство Небесто – это узкий, тернистый, скорбный, который сам прошел. Мы вот недавно прошли Великий пост, и особенно в последнюю страстную седмицу мы окунулись в эту жизнь спасителя, где мы увидели, как он терпел и унижение, и оскорбление, и предательство, и бичевание, и крестные страдания, и издевательство над ним. Потому что Бога-человек Христос Спаситель, который не совершил греха, наоборот, он воскрешал мертвых, исцелял больных, помогал людям, бедным и так далее. Этого такого святого, чистого, богочеловека нашли в нем виновным. И, несмотря на все это, Господь, как можно сказать, не отрекся от нас, от нас грешных. Ради нас Он готов пойти на смерть, чтобы искупить нас от греха, проклятия смерти, даровать нам вечную жизнь. Вот такой преданности своему делу, своей вере Христу должны быть у нас. При всех скорбях, при всех трудностях. А у нас, как трудности, сразу же у нас вера, малейшие там мысли нам вложили в умах, и сразу мы сдаемся. Вот это и есть слабость нашей веры. И нет твердости в том, чтобы мы стояли за веру, как стояли наши предки, до крови, до смерти, до конца своей жизни. Вот. И видно, может быть, и люди как-то... Ведь вот мы, когда я так смотрю на нашу жизнь, мы, конечно, рады, когда человек приходит в церковь. Даже тогда, что он приходит ради того, чтобы получить какие-то земные блага от Бога. И мы видим, как люди приходят в церковь, мы их называем заходящими, проходящими, захожане, да. Потому что они приходят в церковь, да, как они сами говорят, мы часто приходим в церковь. Они приходят, ставят свечку, помолятся, поплачутся пред иконами, пред святынями нашей церкви. Господь по своей милосердии помогает им, даёт то, что они плыли, говорит, мне больше ничего не надо. А чтобы участвовать в богослужениях, участвовать в таинствах церковных, причащаться, исповедоваться, это для иных, это и не нужно даже. И вот, конечно, мы думаем, что это хорошо, но это не совсем хорошо, потому что мы считаем, что это первая ступень человеческого такого развития. Но, к сожалению, человек остается на этом уровне и не хочет дальше подниматься, чтобы он мог, да, я получил от Бога какую-то милость, выполнил Господь мне мои просьбы, с какой целью? С целью, чтобы ты немножко, раз ты должен благодарить Бога за то, что Господь так милостерд, несмотря на твои грехи, на немощи, слабости, Он всё равно помогает нам. Но, значит, он требует, чтобы мы возвышались, мы развивались и укреплялись в вере, в благочестие, в церковной жизни, в исполнении воли Божьей. А так, Господь, когда даёт, значит, Он хороший, когда Он немножко нас испытывает, Он уже нехороший, Он не нужен, и такого Бога мне не надо вообще ходить. Вот такая у нас слишком, так сказать, вот такая приземлённая вера. И это не, конечно, не делает чести нам такой. Поэтому, когда и бывают вот такие сложности, трудности в жизни, или там даже какое-то, видите, дошли до такого ослабления, расслабления нашей веры, что мысль одного забросили, сомнительная, и сразу мы её поймали, и не можем от неё отказываться, и не можем устоять перед этим искушением. Но сейчас такие технологии у нас, развитие информационных таких технологий, и мы должны быть более сейчас готовыми к тому, чтобы устоять перед этими всеми искушениями, потому что мы будем забрасывать много таких сомнительных мыслей, сомнительных каких-то слов. И мы должны стоять твёрдо в этих искушениях, испытаниях нашей веры. И это только начало таких немножко только. А если они начнут в полной мере работать с этими новыми технологиями, то, конечно, будут стараться менять наше сознание, наше понимание, направление и так далее. И мы останемся вообще без ничего, никакой веры. Мы будем просто рабами, что скажут, куда направят, туда и пойдём без особого сопротивления или понимания, что я делаю, для чего я делаю. Мы сейчас понимаем, что мы живём с точки зрения православных христианина, живём ради Царства Христова, который дал нам Господь своим славным воскресением и ценой своей крови, ценой своих страданий на косте. То есть он взял на себя наказание за грех всего человечества. И это мы должны благодарить Бога за это. Чем? Тем, чтобы прийти к Нему, благодарить Его, слушать Его, исполнить Его святую волю, исполнить Его заповеди. Вот это есть настоящий человек, который понимает, что для Него, для всех нас, сделал очень большие блага Господи. Я за это благодарю. Благодарить не только одним языком, что прийти в церковь, то это хорошо. Прийти в церковь, Господи, благодарить Тебя, что Ты меня помогаешь, защищаешь, даёшь здоровье, даёшь возможность заработать средства для своего существования. Это тоже нужно. А чем ещё нужно было? Делами своими, поступками своей, верой своей, преданностью Ему. И полностью отдать себе Богу. Потому что раз Господь отдал себе полностью для нас, то мы полностью должны отдаться для Него. Отдаваясь для Него, мы получаем себе, не Богу, а себе получаем то, что нам необходимо для нашего блага, притом вечного блага. Вот такая логика, такой связь должна быть у нас в нашем отношении к Богу. А когда мы только вот так, поверхностно, то вот поэтому мы получаем расслабление, ослабление нашей веры, которая может быть поражена или побеждена очень, так сказать, мановением шелчка пальцев, и всё, человек ушёл странно до речи. То есть очень расслаблены наши и воли, и чувства, и вера. Поэтому дай Бог, чтобы мы смогли бы устоять перед этим, или укреплять всю веру. И вот мы сейчас находимся в преддверии праздника Антипаски в прамяти святого апостола Фомы. И он действительно, когда услышал, что Спаситель воскрес, он сказал такие слова, которые мы всегда так и говорим. Вот наша такая природа, он выразитель нашей испорченной природы, что я не поверю, пока не пощупаю. Вот Господь по своей милосердию дал ему пощупать вот эти раны, чтобы он удостоверился, что действительно Христос воскрес. И можно сказать, что от лица всего человечества он это удостоверился и сказал, да, Господь мой и Бог мой. И с того времени уже почти что две тысячи лет мы уверены в истинности воскресения Христова благодаря апостолу Фоме, который сказал всем нам, что да, я это пощупал, я увидел, я говорю, что действительно так и было воскресение Христово. Вот, поэтому вот это, что было с апостолом Фомой, это нельзя сказать, что это он такой неверующий, как мы выражаемся не совсем корректно, Фома неверующий, он очень верующий был человек, и просто он наш, наш выразитель, все мы такие, что мы пока не пощупаем, то мы не поверим, но он пощупал и поверил для нас, для того, чтобы нас удостоверить. Но и в то же время мы должны услышать голос Христа Спасителя, который сказал Фоме, вот ты увидел, ты пощупал, ты поверил, но блаженые те не видящие, но верующие. Вот это, мы должны иметь такую веру в том, что Господь говорил, что Он совершил, и по этой, благодаря этой вере Господь называет нас блаженными. Блаженными. И дай Бог, чтобы это блаженство у нас было, действительно, что мы верим в Иисусе Христе, который был распят, умер, воскрес, открыл двери рая, ввел туда всех праведников, и теперь для нас открыта дорога для вечного блаженства Царства Божия, если мы постараемся жить по Его святых заповедям. И тогда, конечно, мы будем иметь счастье и здесь, на земле, потому что, живя в Боге, с Богом, на земле, это большое счастье. А это ведет нас к вечной счастью, к вечному блаженству. Поэтому очень важно, чтобы мы это поняли, понимали, и не прилеплялись так сильно к земле, который так приземляемся так сильно, что уже для нас Царство Божие, которое дало нам таким необычным средством для нашего избавления, для нашего искупления, то есть через страдания, через мучения, Господь дал нам эту вечность, блаженную вечность. Это показатель такого особой любви, особого милосердия Бога, Творца к своему созданию. И ведь в нашей жизни такого почти что не бывает, чтобы кто-то нам делает зло, совершает против нас какие-то беззакония, и мы за них пошли на смерть, чтобы его защитить. Такого не бывает. Мы можем в крайнем случае пойти на такие жертвы, если какой-то друг, благодетель, который нам сделал очень много доброго, но за него можно еще как-то пожертвовать с собой. И то не до конца, и не всегда. А тут за врагов, за грешников, за тех, которые его распинали, за тех, которые его били, за то, что за все человечество, которое имеет огромное количество грехов, он пошел на крест, чтобы искупить всех нас. Это величайшее благо. И почему его не любить? Вот так себе. Почему не любить такого Бога, который так нас полюбил и так много пострадал за нас? И мы должны, вот как раз это должны, мысли, вот эти рассуждения об этом событии, которые совершил Господь, она тоже укрепляет нас в вере. И это тоже на умножение веры. мы должны мы должны это, вот эти дни после Святой Пасхи, то есть пасхарьные дни, после праздника воскресения Христова, мы празднуем воскресенье Христова в течение 40 дней. И это не случайно так церковь дала нам такую возможность, чтобы празднуть столько дней, потому что это событие имеет основополагающее значение для каждого человека. И Господь через это тем самым дает возможность, чтобы мы в течение 40 дней глубоко размыслили, углубились в смысл вот этого великого события. Что дал нам Христос спаситель? Что значит воскресенье? Почему Он взял на себе такую миссию, чтобы искупить именно этим путем? может другой путь был, но Он избрал вот этот путь, путь страданий, путь узкий, тернистый, обвинения во всех тяжких грехах, самых тяжких грехах, которые существовали тогда на земле, Он все-то его в этом все обвиняли, хотя Он не был виноват в этом. Но видите, интересная такая, когда Его распяли на кресте, это страшно, ужасно, и позорная смерть. А тут еще двух разбойников. Говорит, вот, кроме того, что ты грешный, еще вдобавок утверждение того, что ты действительно разбойник. Господь посмотрел направо-налево и сказал, Господи, прости им, ибо они знают, что творят. Вот, видите, какая милосердие, какая любовь Божия к нам всем, какое спокойствие и такое смирение показал Он. Другой бы сказал бы, что вы там понимаете, за что так сильно меня унижаете, оскорбляете. А Он ничего, сказал, прости им, Господи, не знают, что творят. Но если взять еще другое так наше рассуждение, человеческое рассуждение, ну, Господь победил смерть, воскрес, ну, и давайте сейчас будем разбираться. Так это по-человечески, да? Вот ты меня бил, ты меня того унижал, ты меня оскорбил, ты меня гвоздями там бил в руках, ну, давай сейчас я буду с вами всем, так сказать, разбираться, почему вы так делаете? Нет такого. Господь ни с кем, ничего, никого не обвинил, никого не осудил, никого там не стал там, он пришел сказать о том, что мир вам, понимаете, слово мир пришел принести не раздражение, не недовольство, не ропот, не осуждение, а мир всем, мир мой даю вам. Вот такой у нас Господь, такой у нас Спаситель, и почему Его не любить, почему в Нем не верить, почему не следовать Ему, который так много блага, добра сделал нам. И он, хотя вот прошло уже 10 тысяч лет, я думаю, что все человечество должно было так проникнуться вот этой темой божественного искупления всего человечества, что в 21 веке все должны быть верующими во Христа. И говорит, слава тебе, Господи, что ты нас так любишь, и мы тоже тебя любим, и тоже следуем за тобой. А, к сожалению, у нас еще хуже и хуже становится с нашей верой, она ослабевается, ослабевается, и есть такие слова Спасителя, которые «приду ли я, найду ли я веру на земле?» Вот такая беда с нашим сознанием, с нашим пониманием. Но вот слава Богу, что у нас есть телеканал «Союз», который говорит нам об этих важных сторонах жизни нашего общества и, конечно, призывает всех нас к тому, чтобы мы подумали глубоко о этой всемирной жертве Христовой, об этом великом событии воскресения Христова, который дал нам возможность со воскресением со Христом и получить вечную блаженную жизнь. Господь воскрес, восстал от мертвых и больше умирать не будет. И мы тоже сами со Христом воскреснем и больше умирать не будем. Это будет вечная наша жизнь. Владыка, иногда сомнения посеваются не чем-то пришедшимся вне, а внутрицерковной жизнью. Что я имею в виду? С моей точки зрения, не знаю, согласитесь вы или нет, наметилась определенная тенденция, я бы ее так сформулировала, вот что мне удобно, комфортно и нравится, это и есть православие. А если вы говорите, что надо идти путем, который указали святые отцы, то это вы фарисействуете. Когда вы говорите о покаянии, вы просто формируете у человека невроз и комплекс вины, ну и так далее. То есть ощущение, что идет какой-то пересмотр фундаментальных традиций, пересмотр канонов, и дух это носит какой-то противоположный евангельскому духу. Что вы скажете об этом? К сожалению, да, есть такая тенденция. Как-то опять-таки видно, как я уже говорил, что идет тенденция к тому, чтобы люди верили в Бога для того, чтобы жить на земле хорошо, больше ничего. А вот царство, небесное, вторая часть нашей жизни, она опускается. Поэтому, конечно, не надо никаких трудов, никаких подвигов, ничего не надо делать, потому что это нет смысла. На самом деле имеет очень большой смысл, потому что мы смотрим на наших отцов, матерей. Это богатейший опыт нашей церкви. И почему этот опыт, мы должны его отстранить, а что-то новое внести? Что мы лучше, чем те? Наоборот, я вижу, что мы видим. Я вижу, я думаю, что многие другие видят, что расслабились очень сильно. И расслабла наша вера. Видите, вот как мы забросили какую-то мысль, и сразу человек сомневается. Это показатель, что вера очень слабая. Почему? Потому что есть такая тенденция, что не надо ничего делать, потому что все, Господь милосердит, и Беод все даст, и у нас все хорошо. Но это все даст хорошо, это будет не так долго, потому что он сам сказал, что благодать или милость Божья на благо человека бывает до тех пор, пока человек живет благочестивой жизнью, вере и благочестие. Как ослаблась вера и благочестие, тогда, конечно, начинается пагуба, то, что было до революции. То же самое говорили, зачем ходить в церковь, зачем молиться, зачем поститься, зачем все это делать, это все не нужно, и креститься вообще не надо, и так можно верить без этого, и нам все не надо. Вот мы уже на эти грабли уже наступили один раз, мы еще хотим. Я думаю, что нам хорошо, вразумления большие были. И это от чего? От того, что мы отступили от Бога, ослабла вера, хотя вера тогда была сильнее, чем сейчас. Но вот Господь видел такой тенденции попадя немножко так нас дал сряску. И те, которые действительно верили, они показали свою веру по-настоящему. До крови, до смерти, через мучения, через страдания, и они это не воспринимали как какое-то такое божие, что ли, немилосердие, или там что-то такое. Наоборот, они любили больше Бога. Потому что считали, что это милость Божия, это любовь Божия к нам, чтобы через вот эти гранилы испытания дать нам Царство Небесное, которое мы теряли, потекло. И так получается, сейчас такая же ситуация, уже начинается к какой-то степени, что есть такие, что не надо покаяться, не надо покаяния, можно причащаться и без исповеди, без ничего, потому что это все ненужное. Но нужно помнить вот такие слова Священописания, которые Господь сказал, что «Я пришел на землю не праведников искуплять, а грешников. Я пришел на землю, чтобы не здоровых исцелять, а больных исцелять». Вот эти слова очень важны для нас, чтобы мы осознали, что мы больные, что мы грешники. И только больных и грешников Господь спасает. Потому Он так сказал, что «Я пришел грешников спасти». А вот эти все праведники, которые сейчас говорят, зачем это надо, это все праведники. То этих не спасают. И будет так только оболочка православного человека, внутри одно гнилье, которое Господь скажет, насильно никого не будем вводить. Если хочешь спасаться, иди по узкому пути, тернистом пусти, скорбном пути, подвязайся, осознай свою греховность и пкайся в нем. И поэтому, если мы хотим вот нашу испорченную природу исцелить с помощью Христа Спасителя, нашу испорченную природу восстановить с помощью благодати Христовой, то надо трудиться, надо подвязаться. Без труда, без подвига ничего не будет. Потому что Господь, когда видит, что мы трудимся, мы желаем, мы это сознаем, что мы больные и грешные, тогда, конечно, спасает. У нас, видите, у нас две стороны греховного сознания. Одно дело, что мы должны осознать свои, которые мы сами совершили, и совершили очень много и тяжелых грехов, которые надо искупить. Много надо, то есть принести плоды покаяния. А плоды покаяния, это что? Это добрые дела взамен тех грехов, которые мы совершили. Это тоже подвиг большой. А другая ситуация, что у нас природа греховная, она постоянно, как ручеек, течет греховность. И мы должны это видеть, оплакивать, как делали наши отцы, матери и подвижники. И тогда, Господь, видя наш такой духовный плач и трепет, Он приходит и совершает наше исцеление. Через покаяние, таинство покаяния, и через таинство тела и крови Христовой. Тогда Он имеет действие или силу очищения нашей души. Когда я причащаюсь, но я не сознаю, что я грешный, то Господь не совершает вот это действие, которое необходимо для нашего искупления. В чем суть искупления человеческого рода? Не только, что Господь нас искупил, и все. А мы можем грешить и делать, что хотим, значит, мы искуплены. Нет, это немножко сознание некоторых христиан тоже, но неправославного направления. Вот поэтому мы православные люди, мы понимаем, что искупление совершается нашей волей и благодатью Христовой, которую совершил Господь ради искупления всего человечества. Когда мы соединяем волю нашу желание исправить с сознанием греховности, с сознанием своей немощи, с сознанием то, что я больной и нужно очищение и выздоровление, то выздоровляет и Христос Спаситель через свои искупительные подвиги, которые Он совершил для нас. А наше должно быть сознание только. Приходит к врачу небесному и говорит, Господи, я грешный, недостойный, слабый, не могу это, не могу это, помоги. И вот плач, вот просьба, моление, поклонное, пост, воздержание, все это вместе для тех средств, для того, что Господь, видя наше старание, совершил дело наше искупление. Это подвиг, а Он же не просто пришел, прошел путь такой, и все, Он прошел страдальческий путь, и тем самым Он показал, каким должны мы, христиане, вести эту жизнь. С первых дней свою жизнь на земле Он уже терпел унижения, оскорбления, смирение показывал, в ясли для скота родился, гонение от Ирода, есть предание, что разбойники напали, который, один из них был распят с правой стороны. Вот сколько он так, для нас кажется, что так все просто было, но жизнь Христа Спасителя на земле была очень сложной, тяжелой, всегда опасной. Сколько раз хотели Его убить, хотели бросать камни в Нем, а Он своей божественной силой как-то уклонился, потому что не время еще было, нужно еще скорбить, скорби надо протерпеть, не сразу. Видите, это так. А мы хотим, чтобы вот так, сидя дома, ничего не делая, пришел один раз в год, причастился, и все, значит, я уже должен, Господь должен спасти меня. Это обман, это заблуждение, и не надо поддаваться этому заблуждению в сегодняшнем времени. Надо жить так, как жили наши предки, наши отцы. Они были очень благочестивые, преданные Богу, верующие, выполняли все, что требуется. И вот эти выполнения, в точности, все правила христианской жизни, это и не есть какое-то сумасшествие, как некоторые сейчас думают. Это есть преданность воли Божьей. Раз Господь сказал, что в среду, пятницу надо поститься, то это воля Божия. То есть, Он сказал, что ученикам Иоанновым, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. То есть, уже установил, сам Христос поститься, установил среду и пятницу поститься. Ну, что же еще надо? Надо поститься. Потому что среду был предан, отнят, а пятницу был распят. А мы, как православные христиане, которые знаем значимость всемирной жертвы Христова на кресте, то мы, как ученики Христовы, должны хоть маленькую жертву принести Христу взамен той жертвы, которую он нам занялся. То есть, какая-то благодарность Христу, Господи, Ты постарался заменить мои грехи, но я хотя бы в среду буду немножко воздерживаться от мясных молочных продуктов в среду и пятницу. Но, конечно, это пост не просто воздержание от мясной молочных продуктов, но еще воздержание от греха, потому что грех это вновь распоминает Христа. Вот хотя бы два дня в неделю я буду стараться как-то по-другому вспомнить о жертве Христовой. Но, конечно, надо иметь это в память всегда, но хотя бы в среду и пятницу это хотя бы иметь. Тоже нужно было бы. Вот. И так далее посты. Ведь за нарушение поста было изгнано из рая Адам и Ев за нарушение поста. То есть нарушение заповеди Божьей. А мы сейчас говорим, а зачем поститься? Зачем изнурять свое тело? А вот если посмотреть на канон Андрея Крисского, там написано, что Мария Египетская изнуряла свое тело, свою плоть ради Христа, который ее простил. Все его грехи простил. и она благодарила этим самым, что Господь дал ей такую милость, что такое грешницу, он ее помиловал, не отверг от себя, а принял ее и дал возможность быть с ним и получил особую благодать за что? За покаяние. Не просто так пришла, я там продолжала пить, курить, там блудить, говорит, я верующий во Христа. Нет, она бросила все это, грех, и стала жить очень аскетично для того, чтобы искупить свой грех. Она глубоко осознала свой грех, вот как совершилось над ней дело искупления его падшей природы. Ее личные грехи, еще и пропадшую природу, она с Божьей помощью Господь очистил ее. Так что она ходила по водам, возвышалась в воздухе на молитве и так далее. То есть она уже не была человеком земного, земной, а уже человеком небесным, она все в небе, все в царство Божье находилось. Тоже такой очень пример большой. Поэтому вот все, что установлен в нашей церкови, она все для блага нашего спасения. И пост, и многодневные, и однодневные, и все, что есть в церкви, мы должны это все исполнять. Это не есть фарисейство. А если мы, конечно, правильно к этому относимся, то, конечно, это не будет фарисейство. Если неправильно, то, конечно, да. Вот, например, взять, люди приходят в церковь и нас осуждают, что там деньги крутятся, вертятся, всякие там идет такой опять непониманием. И вот Господь, когда пришел в церковь, увидел вот это неправильное отношение к жертве ради Бога, то он сказал, он взял все, бросил все эти столы, выгнал всех, сделал бич. Почему? Потому что они действительно уже не Богу приносили жертву, а просто так вот забыли про Бога, забыли про все. ради чего это делается, вот эта жертва, просто вот так, как бы какой-то ритуал такой непонятный и неразумный. Поэтому Господь сказал, вы уходите, не делайте дом торговли, да. Вот, а здесь тоже у нас приходят в церковь люди, то же самое, как на базаре, а это очень дорого, это что-то вы тут торгуете. А если по правильному, к сожалению, люди не понимают, то они приходят в церковь, к Богу. И они эту жертву Богу дают ради себя, ради своего спасения, очищения, для того, чтобы Господь послал свое милосердие к себе. И в Евангелии написано, какой душой ты будешь давать, такой же душой тебе Господь воздаст. А дашь ты с недовольством, с гневом, с осуждением, то ты ничего не получишь. А если ты дашь с всей душой, как вот какая-то вдовица, прямо всю последнюю копейку дал Богу, зато Господь похвалил и до сих пор нахвалится во всем мире. То есть каким расположением свое сердце, тогда вот ты получишь от Бога милость, благословение, радость, утешение, прощение даже грехов. А если, конечно, с усуждением, с недовольством и там всех обвинять, что там делать с моими деньгами, это не твои деньги, не Божий день, тебе Господь дал. Их ты возвращаешь Богу как благодарность. И когда так подходишь, когда не будет торговаться, почему свечка такая дорогая и почему книга вот такая очень дорогая, невозможная, там все это на пожертвование, то есть человек приходит Богу, чтобы жертвовать. И если ты не можешь вот эту, подарить вот эту сумму, то никто тебе не запрещает взять и сколько можешь, но ты отдай это все с полной, с такой добрым расположением свое сердце. Какой меру отмерите, такой размерится и вам, Господь. меру и добрую, утрясенной, такой вам отмерится. Вот какое должно быть отношение к тем делам, которые мы делаем в церкви, в христианской жизни. Все должно быть осмысленно, глубоко понимать, для чего это делаю. Когда я не понимаю, зачем посты, зачем креститься, зачем молиться, зачем храмкать, все зачем. Потому что не понимаю зачем. Потому что никто к сожалению может быть не знает, но как-то все оземлянились, приземлились и прилепились к земле, и дальше нет ухода. А мы живем здесь на земле для того, чтобы получить царство Божие, вечную жизнь. И все должно быть ради царства Божия. Вот апостол Павел Киефисин, он говорит, мы должны делать свое дело, любое дело, даже на работе, везде, где дома, на работе, как Христу, для Христа, зная, что Христос за это даст мне награду, Царство Божие. Это все. Владыка, и еще один вопрос. После дней Великого Поста, когда все-таки мы сосредоточены на покаянии, тот же великий покаянный канон Андрея Критского помогает нам в этом, и вообще весь ход церковной жизни, наступает светлое Христово Воскресенье, и даже в слове святителя Иоанна Златооста мы слышим «Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба высияло прощение». И действительно, светлая радость о Христе покрывает собой все. Но проходит какое-то время, и эта радость начинает угасать, и то, от чего мы вроде бы отошли, исцелились постом, снова заявляет права на нашу душу, и мы уже ни себе не принадлежим, ни Христу не принадлежим. И вот как все-таки правильно проводить пасхальные дни, чтобы оставаться с воскресшим Христом? Есть такая наша немощь человеческая, что мы получаем очень большую радость от Христа Спасителя, воскресшего Христа Спасителя. Мы радовались какой-то особой радости даже в страстную седмицу. Тоже какое-то было такое состояние. И какой-то печали было, потому что мы вспоминали ее страдания, но в то же время и радость, потому что это все для нас, для нашего спасения, для очищения, для блага, для того, чтобы поменять все мировое такое действие, которое пошло к погибели. А Господь нас восстановил, возродил и дал то, что он задумал в своем промысле о человеке. Он задумал, что человек должен жить блаженно, рядом с ним, с ним вместе, беседовать с ним, лицом к лицу находиться. Вот это его было желание. Но вот человек нарушил пост, и вот сейчас ему пришлось и не покаяться. Притом, чтобы восстановить все это, что было порушено, одним грехом, непослушанием, нарушением поста. Восстановить эту падшую природу, нужно Христу сделать очень большую работу, а еще один такой творческий акт восстановления. тогда он легко создал человека, чтобы взял из спец земли, дул на дыхание жизни, и человек стал святым, чистым, богугодным, и так далее. А чтобы восстановить его, воссоздать его, пришлось прийти на землю, воплотиться, взять нашу человеческую плоть, вознести ее на крест, потерпеть многое страдания, мучений, и победить все это зло, и воскреснуть, и дать нам вновь то, что мы потеряли, то есть царство Божие, вечная жизнь. Вот это наше сознание вот такое подвига Христа, это для нас, и мы как-то в какой-то степени и печалились, и радовались, и какое-то особое состояние души. Но после вот этого, то есть в день воскресения, как действительно, как Иоанн Затауз говорит, что уже надо радоваться, забываем все наши плача о грехах, потому что Господь все простил, все помиловал. Да, Он нам простил и помиловал, и надо радоваться этим, но надо эту радость сохранить, духовную радость сохранить. Но у нас есть такая немощь, как я начал говорить, что мы от этой радости духовной переходим к радости плотской. И эта плотская радость заглушает радость духовную и начинаются какие-то греховные дела, которые опять все со сначала. И вот, конечно, видите, вот преподобный Серафим Саровский имел эту радость пасхальную, которую он не терял никогда. От Пасхи до Пасхи и приумножал ее. Вот такого нам хотелось бы иметь, но, к сожалению, мы это все теряем, быстро отперяем. Даже уже пасхальные дни уже все уходит. Но все равно надо возвращаться к этой радости, к этой благодати воскресшего Господа. И поэтому и не случайно также Господь и Церковь так установила, что каждый воскресный день это Малая Пасха. Каждый воскресный день мы вновь и вновь приобщаемся к этой великой благодати воскресения Христова. Это радость, это утешение, это вера, это благочестие наше. Почему и призывают в нашей церкви, что каждый воскресный день человек пришел, чтобы обновил свое естество, обновил свою радость пасхальную, приобрел ее, если потерял, через покаяние, через сознание своей греховности, через сознание своей болезни, что на протяжении всей недели были какие-то ситуации, которые совершались и грех, совершались какие-то неправильные поступки, и это все человек потерял то, что, может быть, приобрел предыдущим Великим Постом. Вот если человек это понимает, то он каждый воскресный, праздничный не обязательно придет в церковь, чтобы восстановить то, что он потерял, и вновь и вновь ее приобрел, или, может быть, сохранил. Хоть маленький такой, маленький, чуть-чуть, но чтобы сохранилось чуть-чуть. Почему вот есть такие каноны нашей церкви, что если православный христианин не был два или три воскресных дня, то он отлучается автоматически от церкви, то есть прерывается вот это действие благодати Божией над этим человеком, и он, конечно, остается вот так один на один со своими немощами. Хотя Господь своей милости покрывает, но уже такой тесный воздействие благодати Божией он теряет, и нужно восстановить, если он будет ходить постоянно в церковь и восстановить через покаяние, через причастие святых христовых, через добрые дела, через молитву, Господь милость его снова восстановит. Но вот надо бояться терять, терять легко, приобретать тяжелее. Поэтому надо сохранить, вот как раз вот выйти мы особо такая ликовали, душа ликовала в день Пасхи рестовой. Немножко так у нас в течение недели вроде бы так сохранилось, вот завтра анти-Пасха, вместо Пасхи. Тоже время для восстановления, если мы что-то потеряли. Тоже нужно поисповедоваться, если не причащаться, хотя поисповедоваться, чтобы очистить свою душу, так, чтобы благодать Божия могла зайти в нас. То есть, как говорится, в злохудожную душу благодать Божия не входит. Вот пришел, покаялся пред Богом, пред духовником, получил очищение и надеемся на милость Божия, что Господь посетит своей благодатью своего славного воскресенья. И так из недели в неделю, из воскресенья в воскресенье. Таким образом мы в течение года что-то сохраним до следующей Пасхи и там еще получим еще больше. И так далее, и так далее. Только конца дней нашей жизни. А с этой благодатью мы пойдем к Богу. и нам не скажут, как сказал Господь тем неразумным девам и закроет дверь и скажет «не знаю вас». И вот святые его строго почему почему мы мы должны терять своим головой испорченной. Она испорчена. Хоть это не унижение нашего человеческого достоинства, это признание церкви, что мы у нас правда испорчены. Хоть хотим мы это понимать, не хотим верить, но у нас испорченная природа загрязнена, ее надо очищать постоянно. И вот есть средства, Господь дает. Поэтому не надо выдумывать свои какие-то новые правила, которые ничего хорошего не приведет. Спасибо, Владыка. И если можно на прощание небольшое пасхальное поздравление от вас. Наша душа действительно сейчас исполнена большой радости в воскрешенном Господе. И мы вот в течение нашей сегодняшней беседы много говорили о важности этого великого таинства, о том, что дал нам Христос спасительство, славное воскресенье, о том, что мы должны сохранить эту радость, сохранить эту благодать, которая и дай Бог, что действительно мы хранили эту благодать как большое сокровище, как большой ценностью. И делиться с этой радостью всем нас, окружающим людей. И дай Бог, чтобы она никогда не оскудевала в наших сердцах, а приумножалась. И этой радостью делали те дела, которые присущи православному христианину. А когда мы радуемся, то у нас все получается. Когда мы скорбим, и унываем, отчаемся, то у нас ничего не получится. Поэтому этой радостью надо дорожить. Она очень важна для нашего спасения, для нашего роста, для нашего возрождения, для нашего такого совершенствования в Боге, для достижения Царства Небесного. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос Христос Продолжение следует...